Девочки, всем приветики! Вы все знаете, как я люблю салаты. Это помидорки черри, зеленый чеснок, авокадо и листья немножечко базилика. И, конечно же, советую всем положить мяту. Девочки, я всегда отдельно обрываю листики. Случением только являются укроп и петрушка. А так я, в общем-то, сами веточки всегда выбрасываю. Вспрыскиваем оливковое масло, можете добавить немного бальзамического уксуса. И все. И это наслаждение. Гарниром может служить мясо, либо рыба, либо курица, индейка. Почему бы нет? Все лучше запихать в духовке. К салату у меня сегодня будут котлеты. Котлеты это куриные. Я их запекаю в духовке. Всегда уделяйте время, как уделяйте больше времени себе для, как красивой подачи. Тогда у вас, а не так, что вот положил там в тарелку, да, себе быстро сел, съел, как попало. А когда ты уделяешь больше времени для подачи, как подать, готовить, чтобы это не было микс таких ингредиентов, там, картошка, морковь, все туда понабросал и, в общем-то, готово. Нет, к питанию нужно относиться иначе. Не то, что просто, как набить себе живот и все. Это к хорошему не приведет. То есть это не сделает вас здоровее. Редкое, малое питание, редкое питание плохо, то есть с большими перерывами. Но если вы будете даже ложечку чего-то съедать, например, с промежутками, там, в три часа, то это будет намного лучше, нежели вы там понаготовили себе чего-то и думаете, ой, все, я буду здоровой и самое главное я поел. Это политика неправильная. Еще обязательно у нас должен быть йогурт. У меня йогурт, я люблю каймаклы, йогурт жирный. Кстати, да, и еще, меньше, как пробуйте, меньше пользуйтесь обезжиренным. Обезжиренные продукты, это не то, что нам нужно, они наоборот, хуже, нежели продукты с нормальным содержанием жиры. Обезжиренных продуктов избегайте. Это не польза для вашего организма. Конечно, можно было просто и салат, и котлеты положить вот на это блюдо, да. Берите всегда объемные тарелки. Почему? Чтобы у вас не была вот эта вот гора Навального, там непонятно чего, чтобы это выглядело все красиво, эстетично. У вас должно быть видно всю тарелочку, еда должна располагаться вот здесь вот посредине тарелочки. Берите объемные тарелки, это выглядит намного эстетичнее, чем маленькую тарелку, где вы наложили эту горку. Это не очень приятно, да, смотрится. Купите себе обязательно красивые большие тарелки. Я просто буду сейчас кушать одна. Вы знаете, у нас дожди, очень сильные дожди, и спортом особо не позанимаешься, и поэтому у меня более такое вот питание. Я больше уделяю времени теперь своему питанию. То есть я не могу себе позволить там еще что-то лишнего, да, потому что мне, у меня нет вариантов пробежки. Но я дома занимаюсь, обязательно занимаюсь фитнесом тоже. То есть в любом случае я в форме буду. Ну, просто, ну, не знаю, вот как-то мне неспокойно. Я уже привыкла к определенным, да, нагрузкам. И если какая-то нагрузка минусуется, то, конечно, мне будет не очень спокойно. И обязательно, как я сказала, у нас в рационе должна присутствовать зелень и йогурт тоже обязателен. Всем приятного аппетита, будьте здоровыми и красивыми. И пока!